Сжечь дотла. Больше 300 граммов наркотических веществ отправились в печь. Такой приговор полицейские вынесли сегодня вещественным доказательством по 19 уголовным делам. Шесть из них закрыты за сроком давности. По остальным приговоры вступили в законную силу. В последние годы в лидерах героин дезаморфин, маковая соломка и марихуана. Подробности в материале Елена Яковенко. Черные клубы дыма быстро стремятся вверх. За ними скрываются множество покалеченных судеб и загубленных душ. Едкий запах не позволяет нормально дышать даже тем, кто не в первый раз отправляет в печь наркотики. Ингредиенты аромата смерти – героин, дезаморфин, мак, марихуана – перемешку со шприцами и пакетами. Это были наркотики как для личного потребления, так и где были изъяты по фактам сбыта наркотических веществ, сильнодействующих веществ. Здесь разные дела, разные составы преступлений. Такие дела возбуждаются и сегодня, и в течение этого года устанавливаются лица, которые занимаются незаконным употреблением, а также сбытом наркотических веществ. Поэтому борьба продолжаться будет и впредь. Список традиционных веществ, приговор которым огонь постоянно пополняется. В печь отправилось немалое количество сильнодействующих лекарственных препаратов. Девять лет назад их нашли в подвале одного из домов. Уголовное дело закрыли за истечением срока давности. Всего в огонь отправилось 341 грамм наркотиков. Это вещественные доказательства по 19 уголовным делам. 13 человек получили свое наказание. Суд вынес им приговор не так давно, в течение последних трех месяцев. Летом появляется грязный пищевой мак, из которого наркоманы делают, лицезависимые делают наркотические вещества, используют различные прекурсоры. Получается ацетилированная лодка различного качества. Наркоманы постоянно изобретают новый и более дешевый способ удовлетворить свои потребности. Сейчас на учете в психоневрологическом диспансере около 200 новорингойцев. Большинство из них не первый год употребляют наркотики. И только малая доля тех, кто попал в бездну зависимости впервые. Елена Яковенко, Константин Малыш, Служба новостей «Импульс». Служба новостей «Импульс»